Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем ролике мы будем говорить про уровни поддержки и сопротивления, о том, как построить и как использовать. Итак, для чего вообще нужны уровни поддержки и сопротивления? Первый момент – это для того, чтобы определить точку входа. Все, что находится между уровнями на валютном рынке, на любом финансовом рынке, на любом финансовом инструменте, является хаосом. Только при подходе цены к какому-то определенному уровню поддержки и сопротивления, закупки актива, но в данной ситуации мы говорим только про поддержку и сопротивление. Все это является каким-то интересом крупного участника рынка, который, возможно, будет реагировать своими позициями на то, чтобы покупать или продавать финансовый инструмент. Поэтому наилучший вариант, где вы можете искать точку входа к открытию сделки – это именно при касании цены определенного уровня поддержки и сопротивления, либо каких-то других видов этих уровней, о которых мы поговорим уже в дальнейшем и говорили это в прошлых моих видеоуроках. Ну и второй вариант – это непосредственно определить приказы Stop Loss и приказы Take Profit. То есть для того, чтобы заработать на любой сделке и не потерять огромное количество денег, в любом случае ты обязан выставлять приказы Stop Loss, на которых ты фиксируешь убыток, и приказы Take Profit, по которым ты, собственно говоря, фиксируешь свою прибыль. Итак, как вообще работать с уровнями? На самом деле вариантов не так много, а вариантов всего лишь два. Первый вариант – это на подходе котировок к уровню и, собственно, отскок. То есть цена подошла к уровню и отскочила. Здесь мы ищем какой-то определенный паттерн. Я рекомендую всегда фильтровать именно паттерны. Не смотреть на какие-то классические фигуры теханализа, а именно изучить какие-то базовые паттерны хотя бы из того же метода price action. Следующий момент – это непосредственно пробой уровня нашей ситуации, уровень сопротивления. Возврат к нему, точный тест так называемый. Здесь, опять же, какой-нибудь паттерн, либо вы используете какие-то индикаторы, чего я не рекомендую. Но, опять же, здесь нужно обязательно подтверждать то, что здесь действительно будет ретест, а не разворот. То есть многие называются тем неотоложенным пробоем, то есть когда цена заходит за уровнем и возвращается обратно. То есть такие ситуации бывают, поэтому в любом случае необходимо подтверждать, что здесь на текущий момент имеется ретест. Поэтому два варианта. Первый – отскок, второй – пробой, возврат к уровню, так называемый ретест. И, собственно, вклад сделку по продолжению текущего тренда. Следующий момент. Следующий момент. Я бы хотел тебе сразу напомнить о том, что если ты торгуешь от уровней, если ты торгуешь от скок-пробой, то в любом случае изучай паттерны. Я уже об этом говорил, но не устало повторять. Следующий момент – это непосредственно построение уровней. Как вообще строятся уровни поддержки и сопротивления? Какой вообще существует алгоритм того, чтобы их построить? На самом деле алгоритм безумно простой. Ничего здесь сложного нет. И усложнять здесь ни в коем случае ничего не нужно, потому что тебе необходимо анализировать помимо уровня еще множество факторов в плане того, как двигается цена, куда она идет, и что с этим происходит в дальнейшем. Итак, первый момент, который тебе необходимо сделать, это найти два минимума или два максимума, желательно более-менее горизонтально. То есть в данной ситуации, я уже отметил, у нас есть определенные два максимума, примерно по одной цене расположенной, и по двум максимумам мы имеем право построить уровень сопротивления. То есть сопротивление – это всегда два максимума, поддержка – это всегда два минимума. То есть в данной ситуации поддержкой у нас выступает вот, когда уже пробивается уровень, вот у нас первая точка, и вторая у нас сформируется, если у нас цена дойдет опять же до этой цены. образует еще один минимум, у нас получше непосредственно уже в данной ситуации поддержка. То есть поддержка или сопротивление всегда строится на двух точках. Два минимума – это у нас поддержка, два максимума – это у нас сопротивление. Если цена пробивает уровень, возвращается к нему или тестит его минимум в два раза, то этот уровень у нас меняется на сопротивление, либо на поддержку. Ну, думаю, здесь все понятно. Так, следующий момент. Как вообще строятся эти уровни, на каких-то фреймах это делать? Я рекомендую тебе начинать с таймфрейма о дневных графиках, находить также эти минимумы, максимумы и, собственно, постепенно переключаться до таймфрейма М30. Отмечаете уровень определенной толщиной, определенным цветом, потому что считается в классическом техноанализе, что чем на более старшем таймфрейме построен уровень поддержки и сопротивления, тем он сильнее. Соответственно, ты сможешь фильтровать, к какому уровню тебе уделять больше внимания. Так, и следующий момент, на котором можно закончить, в принципе, этот момент. Многие помнят про уровень поддержки и сопротивления, но многие забывают про то, что существуют более важные уровни, которые, так скажем, образуют поддержку и сопротивление, наиболее мощную, которую ты можешь использовать в своей торговле. Это непосредственно уровни проторговки. То есть, когда ты, опять же, ты можешь это делать с дневного графика и отпускаясь на свой, грубо говоря, рабочий таймфрейм. Смотришь определенные области консолидации, и у них всегда будут определенные максимумы и минимумы. И вот эту вот область ты непосредственно используешь в дальнейшем на подходе цены. То есть, если цена входит в эту область, ты рассчитываешь, что здесь будет флэт, какое-то некое колебание в канале цены, то здесь можно какие-то делать скальперские стратегии. На пробое цены этого уровня уже, у нас получается, это уровнем поддержки. На подходе сюда, и отскок, это у нас уровень сопротивления. Это наиболее мощный уровень поддержки и сопротивления, который ты можешь найти. То есть, уровень проторговки, это очень важный момент, на котором почему-то многие трейдеры не уделяют своего внимания. Все, спасибо за внимание. Ставь большой палец вверх, пиши комментарий. До встречи в новых видеороликах. Подписывайся на мой канал. Пока.